Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова рассказала своим подписчикам, почему она рассталась с Ваней Барзиковым. Я рассталась с Ваней, потому что был пипец в отношениях. Я поняла, что это не моё. На поляну я, скорее всего, не поеду, очень устала. Хочу вернуться домой и забыть многие моменты, как страшный сон. Я старалась, надеялась на серьёзные отношения. Я поверила Ване. Вы всё увидите в эфирах, словами не передать. Марина Мексика рассталась с Сашей Задойновым. Она сказала в видеотрансляции. Да, мы расстались с Сашей. Он хотел втихаря создать фиктивную пару. Я в финале, но что толку? Я невеста без жениха. Вот такой финал. Рита Керн, главная служанка, пишет о ситуации на острове любви. Сейчас очень трудный период. Парни очень низко пали, предали своих девушек. По моему прогнозу, в финал выйдет Ира Пинчук с Ваней и Саша с Мексикой. Хотя на острове нет ни одной полноценной пары на данный момент. В интернете появилась информация про Катю Кауфман. Оказывается, она закончила школу в 2013 году с золотой медалью. Дома в Саранске у неё растёт дочка, которой на данный момент один год и восемь месяцев. Катя рассказала в видеоблоге о женихах острова любви, как о мужчинах из своей коллекции. На острове я первая попробовала и Барзикова, и Задойнова. Барзиков, конечно же, вне конкуренции. А Задойнов он аморфный и безинициативный в постели. Также в сети обсуждаются, якобы новыми женихами во втором сезоне острова любви, станут Олег Бурханов и Никита Кузнецов. Олег по типажу очень схож с Ваней Барзиковым. Он такой же вспыльчивый, молодой и привлекательный. А Никита Кузнецов во многом схож с Сашей Задойновым. Рейтинги этого шоу побили рекорды телестройки Дом-2, и поэтому продюсер Михайловский планирует во втором сезоне повторить успех. Костя Иванов вложил ещё один миллион в строительство Андрея Чуева. Иванов пишет. Чуев сдержал своё слово. Я получил свои проценты и дал ему ещё один миллион. Бизнес идёт. Костя удивил Сашу Гозиас. Он подарил ей и её дочке коробку с бабочкой. А потом на лобном он довёл девушку до слёз. Гозиас пишет. Ну и лобная. Костя начал меня обвинять, что я никчёмная мать. Начал искать у меня недочёты. Это ужас. Я не ожидала такого. В городских квартирах состоялся отчётный концерт Школы актёрского мастерства. Приглашённые гости – группа из 90-х «Мальчишник» и «Иракли». Участники Дома-2 публикуют много фотографий с концерта. Недавно покинувшие проект Федя Стрелков и Кристина Лисковец провели видеотрансляцию. По этим кадрам видно, что ребята счастливы после ухода с проекта, Федя прям светится. Также публикуют свои снимки Настя Волынец и Богдан Бобрик. Бывшая участница проекта Аня Белякова подозревает Илью Ябарова в воровстве. Девушка написала «Не люблю шансон, но то, что я встретила в интернете, не даёт мне покоя». Илья Ябаров поёт песни известного шансонье Аркадия Кобякова. «Не знаю, как все, но одна точно. Эта песня я брошу мир к твоим ногам». Что это очередное воровство? Автор и композитор Аркадий Кобяков умер в 2015 году. Семён Фролов с нежностью вспоминает свою проектную девушку Руслану Мишину и записывает две песни, которые посвящены ей. Он пишет «Музой двух песен стала когда-то Лена Бушина». Эти песни всегда можно найти в меню любого караоке страны. Теперь Руслана стала музой двух песен, которые сейчас в работе на студиях. Посмотрим, какая же будет судьба этих песен. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.